Привет, друзья! С вами компьютерный портал F1CD.ru. Канун Нового года мы попросили главного антивирусного эксперта лаборатории Касперского Александра Гостева дать нашим читателям советы, как же защитить себя и свои данные от киберугроз. Знаете, если мы говорим о пользователях персональных компьютеров, то для них, как не являющихся с их точки зрения объектом внимания со стороны спецслужб или каких-то особых хакеров, кибернаемников, например, для них, конечно же, главная проблема сейчас, если мы говорим о российских пользователях в первую очередь, конечно же, проблема связанная, во-первых, с программами-шифровальщиками, вымогателями, которые блокируют работу вашего компьютера или шифруют ваши фотографии, файлы, и затем требуют либо отправить смс за расшифровку, либо перевести деньги через терминалы моментальной оплаты. Это действительно большая проблема в России уже несколько лет, и будет проблема еще в ближайшем будущем. Так вот, что делать, как обезопасить себя от таких вещей? Самый простой способ, конечно же, поставить антивирус. Но, разумеется, этого недостаточно, поскольку необходимо все-таки делать копии. Резервные копии ваших наиболее важных данных. Если у вас хранятся фотографии, просто не поленитесь, купите флешку с большим размером и сохраняйте ваши фотографии или какие-нибудь важные файлы на нее, храните ее просто отдельно. Даже если у вас компьютер вдруг заразится подобным вирусом, который все зашифрует, вам не нужно будет платить денег за расшифровку, просто восстановите все в флешке. Очень простой, на самом деле, дешевый способ уберечься от подобных проблем. Если же мы говорим, допустим, о пользователях мобильных телефонов, которые ставят себе сейчас на телефон и все подряд, откуда угодно, и действительно очень много инцидентов связано с странскими программами, которые попадают на телефон и начинают отсылать смс-ки. За 100, 200, 300, порой 500 рублей каждая смс-ка стоит, и деньги списываются с вашего, собственно, мобильного счета. Вот для защиты от подобных угроз, конечно же, ничего другого, кроме антивируса, мобильного антивируса сейчас не придумано. Это, наверное, наиболее эффективный способ борьбы. Если же мы говорим, допустим, о более распространенной проблеме, о потере телефона или его краже, что случается довольно, увы, часто, то здесь я бы рекомендовал делать вот что. Есть просто в некоторых телефонах по умолчанию функция шифрования пользовательских данных. Вы можете зашифровать ваши фотографии в телефоне, зашифровать ваши контакты, вашу переписку и так далее. Если вы вдруг потеряете или телефон у вас украдут, ваши зашифрованные данные злоумышленнику не будут доступны, он не сможет ими пользоваться, не сможет, не знаю, шантажировать вас этими данными. Ну и есть еще такая очень хорошая функция, иногда это функция в телефоне, иногда это отдельная программа, это антивор. Вы ставите ее на свой телефон, и если у вас его украли или вы его потеряли, вы через компьютер, через интернет можете найти свой телефон, узнать, где он находится. Если он попал в руки злоумышленника, вы можете удаленно дать команду на очистку этого телефона. То есть все ваши данные, которые там хранились, вы можете удалить, опять же обезопасив себя от попадания их в руки злоумышленника. Вот, наверное, наиболее такие простые, актуальные вещи, которые можно и нужно делать. Ну а подробные обзоры продукции лаборатории Касперского читайте на нашем сайте f1cd.ru